Денисову пещеру могут признать объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом примут не раньше 2025 года, выяснили корреспонденты портала ТОЛК. Сейчас в списке ЮНЕСКО 26 российских объектов, но такого памятника археологии, как Денисова пещера, нет ни одного. Статус может привлечь в Алтайский край туристов. Денисова пещера – редкий объект археологии, а значит, посмотреть на него, возможно, захотят многие гости. Напомним, природный памятник расположен в Солонешинском районе. Знаменитое это место тем, что при раскопках ученые выявили более 20 культурных слоев различных эпох и собрали более 80 тысяч экспонатов. Когда повысит стоимость проезда в общественном транспорте Наукограда, обсуждают на страницах бийского рабочего. Напомним, перевозчики обратились к властям города с просьбой поднять стоимость проезда в автобусах. И, как заявляют сами перевозчики, негласное решение уже принято. Проезд в автобусах подорожает до 20 рублей и до 25 на удаленных маршрутах. Тем не менее, представители власти говорят, что перевозчики поторопились объявить о подражании. Расчеты еще идут, и чиновники готовы озвучить результаты в начале марта. Жители села Смоленское с вилами охраняют детскую площадку от мобильного оператора компании МТС, которая хочет построить на этом месте сотовую вышку, пишут корреспонденты комсомольской правды на Алтае. Прошлым летом неизвестные якобы провели разведку водных ресурсов на территории спортивного объекта, а в феврале были возведены бетонные опоры, завезен гравий и началось строительство площадки под будущую вышку, рассказали жители. Они возмущены правомерностью действий, ведь место было предназначено для отдыха и занятий спортом. Граждане пошли к главе района, в надзорные органы и к депутатам, собственными силами приостановив работу строительной бригады до прояснения ситуации. Известный певец и композитор Доминик Джокер женится на певице из Барнаула Екатерине Кокориной. Свадьба пройдет в конце февраля, ее сыграют 26 числа. Накануне у молодоженов состоялась предсвадебная фотосессия. Пара вместе уже несколько лет, Екатерина была участницей проекта «Битва хоров», а Доминик – наставником в ее команде. И как пишет АИФ Алтай, молодые люди похожи друг на друга и у них одинаковые вкусы и привычки.